Добрый вечер. У нас сегодня в программе Руби. И будем говорить о корировании методов. Хотя, в принципе, поскольку этот термин пришел из функционального программирования, то, как правило, распространено понятие как корирование функций. Но поскольку в Руби у нас все суть методы, то будем называть методами. Хотя, собственно говоря, здесь не суть. Важно, что есть что. Итак, о чем идет речь? Идея у нас достаточно простая. Мы можем писать метод, процедуру, функцию, еще раз говорю, неважно, как это все дело обозвать, с меньшим количеством аргументов, чем этот метод принимает. Рассмотрим хрестоматийный пример. Примерно такого плана. Мы опишем в нашем случае процедуру, которая будет выглядеть вот таким вот образом. банальная, простая функция, простой метод. То есть, мы определили что? Мы определили метод add, фактически, да, в виде нашей процедуры, который принимает один аргумент и возвращает в ответ тоже процедуру. Правильно, да? Если мы вызовем этот наш метод, то он запомнит с помощью замыкания тот параметр, который мы передали и, как я уже сказал, вернет в ответ нам вот это дело. То есть, теперь мы можем это использовать каким образом? Ну, например, таким образом. Вот мы передаем какой-то параметр 1, да, например. И, соответственно, вот это дело нам возвращается сюда. То есть, мы как бы предзагрузили один параметр, и теперь мы можем спокойно использовать его в наших корыстных целях, передавая второй недостающий параметр. Ну, например, пусть будет это в нашем случае, пусть будет 3. Запускаем код. Что получаем? 4. Правильно? Получили 4. Передаем, соответственно, 5. Запускаем код. Получаем 6. Получаем 6. Это хрестоматийный пример того, что называется, вот такой вызов функции с меньшим количеством аргументов, чем она принимает, называется именно частичным применением. Partial application. Если же быть точным, по-аглински. Рассмотрим другой пример. Еще один. Пусть это будет так. Закомментируем временно, да. Например, нам приходится, предположим, очень часто считать что-либо. Так, сумму чего-либо. Сделаем вот такой вот в нашем случае метод. В нашем случае вот такого плана. Ну, давайте fn будем считать, что это функция. Я продолжу это все дело называть функцией, да. Пользуясь, опять же, терминологией из функционального программирования, поскольку это все ноги и уши растут оттуда. Итак, видно, да, что мы будем передавать какой-то параметр. Это будет, опять же, некий блок, исполняемый чего-либо, который в ответ нам будет, опять же, опять же, будет нам в ответ возвращать. Давайте назовем, наверное, так, from to, например, два параметра, да. From to, и здесь мы сделаем вот какую вещь, да. Значит, здесь у нас, например, это мы определим наш, скажем так, аккумулятор. Так. Здесь мы, соответственно, от и до нашего дела будем крутить это дело и суммировать. Ну, как-то так, наверное, да. Давайте. Это наш параметр, который мы будем передавать. Параметр будет передаваться и, соответственно, вернем, соответственно, нашу сумму. Вернем нашу сумму. Как мы, опять же, как мы это дело сейчас вызовем и как мы его будем использовать, да. Например, нам понадобилось просчитать сумму целых чисел. Сначала мы посылаем туда, опять же, наш нужный нам блок. Нужный нам блок в виде вот такого вот дела. То есть, блок, который, прос, который принимает параметр и его же возвращает, да. Ничего сложного нет. В ответ нам, опять же, приходит что? Приходит вот этот блок, да, целый у нас прос получается, в котором уже с помощью, при помощи нашего замыкания, да, внедрена, скажем так, внедрен блок, который будет исполняться. И все, что нам остается сделать, это передать нужное нам значение. Ну, например, да, опять же, sum of ins. Вот мы ее делаем, да. И говорим, а просчитай-ка мне от 1 до 5. Например, да. Вот он нам просчитал 15. Правильно? Итак, мы можем делать много раз, от 1 до 5, от 5, там, до 10. Нет проблем. Нет проблем. Да. То есть, проще говоря, что у нас, что у нас здесь произошло, да. Как, впрочем, и в этом случае, и в этом случае. Ну, например, этот более такой продвинутый, наверное, случай, да. Что у нас здесь произошло? Из обычного блока, который мы бы описали и который бы выглядел вот таким вот образом, да. Давайте посмотрим сейчас. Например, x, y, z, да. x плюс y плюс z. То есть, вот из этого блока, вот из этого кода мы получили код вида. Мы получили код вида вот какого. на, значит, x, y, да. Вот, проц, ой, проц, z и, соответственно, x, y, x плюс y плюс z. Да, из этого мы получили вот это. Опять же, зачем нам это нужно, по большому счету? Зачем нам это, по большому счету, нужно? В принципе, это чистое удобство, то есть, здесь нет никакой глубины, каких-то таинств, просто банальное удобство. Мы можем, просто мы избавляемся от большого количества ненужного кода в данный момент времени. Но, на самом деле, обратите внимание, то, что я сейчас здесь, вот, писал, это все, конечно, хорошо. Так многие пишут, и в некоторых языках программирования, в которых корирование из коробки, что называется, не поддерживается, там так и пишут. И у этого способа, когда я с помощью add, и вот у этого сам off, есть как бы один недостаток. Мы заранее предопределили, да, сколько у нас будет параметров вызвано первый раз, сколько будет второй раз. То есть, здесь я сказал, да, например, что сначала я передаю один параметр, а потом буду передавать два параметра. Так ведь? Вот. Что, если мне нужно, например, мне нужно определить метод, эти блок, неважно, функцию, которая, например, может принимать три параметра, но в любой последовательности. Например, сразу три, или сначала один, потом два, или сначала два, потом один, или вообще по одному, неважно как, да, это сложно, достаточно описать. Нет, это возможно, но муторно. Вот. Соответственно, у нас, друзья мои, у нас для этих целей в Рубе есть, опять же, специальный метод, который так и называется, кари. Кари, который карирует нужный нам метод. То есть, базовое определение, базовое определение, синтаксис, он вот какого плана, да. То есть, у нас есть некая, опять же, ну давайте напишем так, нормальная, это N была буква, нормальная процедура, нормальблок, который выглядит как проц, ну и там что-то еще, да, мы так обозначим схематично. Я обозначаю схематично, да, после чего, после чего мы его карируем. То есть, мы говорим так, сделай мне из вот этого, используем метод кари. Используем метод кари, и здесь мы получаем в ответ карированный в нашем случае метод. Опять же, как это выглядит и как это может работать. Берем наш замечательный add, который мы, с которого мы начали, да, вот он. Вот, например, я откопирую, да, и так, вот у нас есть add, давайте сделаем его так, add проц, чистый, настоящий, который выглядит понятно вот таким вот образом. Два параметра, это два параметра, а это, соответственно, ага, это лишнее, да, вот, абсолютно нормальный, да. Теперь мы его карируем, то есть, add, да, и говорим, что возьми, уважаемый, руби, add проц, карри. Все, мы получили карированный метод. Как мы его теперь можем вызвать? Мы его можем вызвать теперь как угодно. Во-первых, абсолютно обратите внимание, я его могу вызвать со всеми параметрами сразу. Пожалуйста, вот вам два, вот вам три. Пробуем вызвать, делаем, получаем пять. Отлично. Так, так, это первый вариант. Второй вариант, как мы, что мы с ним можем сделать, да. Это предзагрузить параметр, то есть, обратите внимание, предзагружаем какой-то параметр, например, тот же самый два, правильно, да. А теперь, когда подошло время, мы, соответственно, исполняем эту с каким-либо значением, например, с каким-либо значением. Так, вот, папа, вот, пожалуйста, вот вам уже 12, правильно, да. Вот, технически можно сделать и вот таким вот образом, например. Давайте попробуем сделать так. Посмотрите, add, вот так. То есть, вообще без параметров, как ни странно, тут непонятно, конечно, зачем это нужно, но мы смотрим саму возможность, да. То есть, мне вернулась функция, теперь мне осталось туда передать два параметра. Опять же, два, три. Да, два, три. Опять все, что получили, да. Мало того, мы можем сделать, опять же, и так. Пожалуйста. То есть, вот, я сначала передаю один параметр, мне приходит, опять же, в ответку наш блок, я передаю другой параметр. Пожалуйста, да. То же самое. Посмотрите, сколько у нас есть вариантов. И нам не пришлось ничего самим описывать. То есть, мы взяли банальный, опять же, обратите внимание, в нашем случае блок исполняемый, да, который два параметра. Сказали, камируй его. Все. То есть, теперь можно, как хочешь. Хочешь, сразу вызывай с двумя параметрами. Хочешь, последовательно. Сначала с первым, потом со вторым. Да. Можно первый послать, потом допослать второй. В конце концов, можно вообще ничего не посылать, а потом послать. Как угодно. И главное то, что нам ничего не нужно делать, и это делается все само по себе. Все само по себе. То есть, еще раз говорю, никакой магии, никаких, никакой глубинных таинств, просто банальное удобство. Просто банальное удобство. Ну, например, да. Тут не только мы избавляемся от какого-то, обратите внимание, громоздкого кода, на всякий случай, вспомните, да, при такой маленькой, при таком маленьком функционале, два параметра, которые сказали друг с другом, вот у нас что было. А когда мне понадобилось сделать нечто большее, да, у нас вот во что это превратилось. Правда? Вот. Теперь мы просто избавляемся от этого кода. Кроме того, мы всегда в любой момент нужный, можем фактически создать нужный нам метод, просто банально на лету. Ну, например, давайте попробуем сделать что-то, что-то типа вот такого. Например, создадим метод, который будет выглядеть вот таким образом. Я не буду промежуточные переменные создавать, я сразу откарирую его, да. То есть, это здесь внутри круглых скобок у меня будет метод, и я сразу его откарирую, потому что он мне нужен только карированным, он мне не нужен самостоятельным. Вот так, для удобства, да. Итак, проц, который будет принимать регулярное выражение и какую-то строчку, так, это параметры, и будет возвращать, соответственно, исполненное регулярное выражение на нашей строке. Например, вот, смотрите, давайте протестируем его, например, матч, обратите внимание, да, матч. Давайте попробуем написать что-нибудь, gmail какой-нибудь, да. Вот, это gmail, и здесь у нас john.gmail.com. Вот так. И мы сразу их две сделаем. Это раз, то есть, мы оба параметра передали сразу, да, и сделаем вот такую вещь. Сначала один параметр, и потом второй параметр, чтобы убедиться, что у нас все хорошо, и все хорошо работает. Пожалуйста, видите, да, раз, два. И то, и то хорошо прошло, и то хорошо проехало, да. Вот, опять, это мы небольшой был тест, чтобы мы убедились, что все работает. Зачем? Бывает ситуация, когда удобно передавать не два параметра, а сначала один предзагрузить, а потом уже что-то делать. Ну, например, предположим, у нас стоит задача именно проверить всех какие-то там строки, которые связаны, матчат, соответственно, gmail. Соответственно, мы сначала предзагружаем наш регулярное выражение. Все. Теперь у нас на руках, опять же, карированный метод наш, да, карированный блок. Неважно, как все это дело называть. Вот, и мы, соответственно, туда уже по очереди, последовательно, может быть, где-то для этого понадобится цикл, может быть, там что-то еще, да, пихаем и используем эти дела. Например, давайте, здесь будет, а здесь будет, джон, какой-нибудь Яндекс, да, ру. Вот таким вот образом. Вот, пожалуйста, да, первое прокатило, второе, предположим, не прокатило, что, в принципе, уже достаточно удобно, да. Вот, потом, что мы можем сделать, что мы можем сделать далее? Далее, далее, по ходу дела, мы идем, и нам понадобилось отфильтровать, предположим, какие-то значения, да, посмотрите, что мы опять же можем сделать. Мы берем по аналогии с нашим, с блоком матч, матч, мы сделаем то же самое, да, проц, который будет делать что? Он будет принимать, опять же, нечто исполняемое и, ну, например, массив, правильно, да? Возвращать он будет, ну, что-то из вот такого. Select применим и, соответственно, исполним то, что нам нужно. Значит, слегка увеличим место. Делаем следующее, да, что мы делаем теперь? Теперь мы делаем вот такую вещь. Попробуем посмотреть. Фильтр наш. Ну, во-первых, давайте протестируем для начала, да, как и в прошлый раз, мы его протестируем. Сюда мы передаем уже, обратите внимание, fromGmail, который мы делали, да, то есть он у нас есть, мы его не просто так сделали, да, а здесь мы передадим массив из, например, вот так вот двух элементов. Из вот такого, ну да, из вот такого и, например, вот такого. Такого. Такого и вот такого. Все отлично. Как видите, отфильтровалось ровно то, что нам нужно. Правильно? Ровно то, что нам нужно. Вот, опять же, это был тест в реальной жизни. Посмотрите, мы продвигаемся, да, последовательно. То есть понадобилось сделать это. Сделали, да, поискали. Теперь что мы делаем? Ну, например, делаем вот такую вот. Gmail, более усовершенствованный функционал, более усовершенствованный функционал, опять же, прокидываем, предзагружаем, предзагружаем сначала уже имеющийся наш карированный блок. Вот он, правильно, да? А теперь, а теперь спокойно используем его где-то ниже, где-то ниже, передавая ему уже недостающий параметр вот такого плана, да? Вот, я думаю, нам несколько значений, нам хватит, да? Как видите. То есть, еще раз, да? То есть, видели? Вот. То есть, фактически, то, что мы делаем, мы именно предзагружаем аргумент. Мы его предзагрузили, он запомнился, мы фактически получили взамен новый какой-то блок, новый какой-то метод, новый какой-то функционал. И опять же, нам не нужно самим описывать, как это было изначально, да, как на самом деле мы бы делали, если бы делали своими руками. Вот. Что есть что, правильно? Нам этого делать не надо. Мы просто сказали, в нужный момент откоривай. Все. В любой ипостаси мы можем использовать этот функционал. Предзагрузили параметр и пошли его использовать. По мере необходимости у нас появилась, по мере использования нашего кода, да, необходимость фильтрации, предположим. То есть, не одноразово, да, а именно применить, например, к какому-то массиву. Нет проблем, поскольку у нас это уже есть. Мы создали новый функционал, новый блок, откорировали его. Опять же, предзагрузили в него то, что у нас уже есть. Получили фактически новую функцию. Ну, или что-либо еще, да. Вот. То есть, помимо того, что мы, еще раз говорю, сами не напрягаемся, вот этот вот метод carry, который нам дает Ruby, да, вот. Он делает за нас массу работы. Масса работы. Потому что, если мы посмотрим на языки программирования, которые, скажем так, исповедуют полностью, либо частично функциональный подход, там, где функции являются, в нашем случае методы, да, блоки, процессы. Там, где они являются функциями высшего порядка, то есть типами, которые можно передавать, присваивать, возвращать, вот. То везде возникает в этих языках необходимость в том, что мы сейчас делаем. Для удобства. Чисто для удобства. Но, если на одной, на одном конце этих вот языков программирования стоит, например, такой язык Хаспель, в котором все функции, абсолютно все карированы, причем не только те встроенные, которые, но даже и пользовательские функции, они автоматически карируются, там вообще делать ничего не надо. То на другом конце у нас, к сожалению, да, есть языки, в частности, например, язык Яваскрипт, в котором этого дела нет. И это приходится либо делать вот таким образом, как мы сделали здесь, своими руками. Но, опять же, здесь мы четко уже указываем, правильно, да, сколько сначала параметров передаем, сколько потом. Это раз, да, у того же самого Яваскрипта есть костыли в виде некоторых таких библиотек, где такое псевдокарирование происходит, такая функция, которая занимается карированием. На самом деле, поскольку это не сделаешь, это все делается на, как бы, на уровне ядра, что называется, да, языка, то на самом деле это все псевдофункции, они позволяют карировать функцию с определенным количеством элементов. То есть, там на самом деле тупо внутри написано, если передали один параметр, если два, если три, и так, например, до десяти. И если вдруг нам понадобится откарировать функцию с одиннадцатью параметрами, то все стало, потому что лимит закончился. Вот, здесь же, как я еще раз говорю, вот этот вот метод кари, он нам позволяет это сделать именно на уровне ядра, да, то есть не думать вообще ни о чем. Не думать ни о чем. Меньше кода, меньше что-то мы пишем, кроме того, мы можем в любой момент создать именно, как бы, ту функцию, которую мы хотим создать, предсоздать, вот, и что-либо сделать. Например, таким образом, да. Технически можно, технически, технически можно сделать еще, например, вот какую вещь, да, попробуем сделать. Вот, вот такого плана, например, вещь, да, предположим, мы можем сделать метод, давайте сделаем метод map, предположим, да, понадобилось нам по ходу дела. Вот, опять же, то же самое, что и в предыдущем случае, это блок, я его функции, как всегда, обозначаю, и возвращает он, как и очень похоже на фильтр, мэп, и мы ему подсовываем вот это дело, например, да, ну, то есть, мэп, это, так сказать, это мэп над мэпом, да, обернули, слегка такая небольшая обертка с нашей точки зрения, да. Вот, соответственно, что мы можем сделать с помощью этого? Мы можем любую функцию, фактически, да, которая принимает функцию один аргумент, да, мы можем, то есть, мы можем преобразовать любую вообще функцию одноаргументную, да, функцию, которая, предположим, принимает этот самый, предположим, массив. Массив, в общем, мы просто ее можем использовать обернутую в наш мэп, наш мэп, да, каким образом, каким образом, например, сделаем вот такого рода, опять же, наш блок, который будет выглядеть вот так. Так, что-то принимает и возвращает длину, принимаем, возвращаем длину, это чего-либо, да. Теперь, нам понадобилось просчитать, предположим, длину строк в массиве, длину строк в массиве. Ну, как-то так, например, назовем, да. Берем наш только что созданный мэп, обратите внимание, да, и бросаем туда наш getLen, да. Вот, после чего, давай так, сначала примем, да, после чего используем только то, что созданное нами, ну, и пусть тут у нас будет, соответственно, несколько элементов в нашем массиве, да, x, y, z, и что-нибудь там, q, r, t, какой-нибудь, да. Кавычки забыл. Вот так. Например. Да. Вот, пожалуйста, что получили, прекрасно, получили тот же самый массив с длинными, да, соответствующих строк, что тоже достаточно удобно, да. Причем, опять же, нам не пришлось делать что-либо до того, то есть мы фактически в тот момент, когда нам это дело понадобилось, мы остановились и сказали, о, замечательно, а давай-ка мы сочиним, да, это дело на лету, создали. То, что нам нужно было на лету, как бы полезный метод, взяли, сделали его и использовали, что достаточно, опять же, удобно, да, в нашем случае. Вот, таким образом. В принципе, то же самое можно делать с любыми методами, которые у нас есть, да, оборачивать, создавать новые, создавать новые. Вот, и изначально, понятно, ну, многие люди, особенно, как я уже сказал, в других языках программирования без этого живут, ничего не умирают, но когда это узнаешь, когда этим начинаешь пользоваться, когда к этому привыкаешь, оказывается, что все очень даже хорошо и все очень неплохо, и главное, что это удобно, да. То есть, мораль всего вышеизложенного очень проста, какая, да, то есть, карирование это не магия, это просто удобный инструмент для работы, практически, в первую очередь, для программиста, да. Как я уже сказал, идея достаточно простая, мы можем вызывать функцию с любым количеством аргументов, то есть, с меньшим, чем она принимает, не важно, в каком порядке, в смысле, в количественном порядке, порядок-то, конечно, важен, первый, первый, второй, второй, я имею в виду количество, да, то есть, функция, еще раз говорю, принимает, ну, вот как мы здесь где-то смотрели, например, если она принимает, предположим, два аргумента, пожалуйста, можно два, можно сначала один, потом два, можно вообще не одного, а потом два, как угодно, как угодно, нам не нужно это держать в голове, мы этим не ограничены. Вот и все, да, ну, и опять же, обратите внимание, да, на лету, когда нам понадобилось, мы тут же создали какую-то функцию и тут же ей при необходимости воспользовались. Все, достаточно удобно. Вот, на самом деле, почему я про карирование рассказываю здесь, в данный момент, на нашем маленьком семинаре, потому что на курсе, посвященном Рубе, несмотря на то, что он достаточно большой и длинный, язык очень мощный, там много всего есть, соответственно, там как раз до карирования Рубе просто не доходит, ну, так случилось, невозможно обо всем все рассказать. Вот, тем не менее, тем не менее, на всякий случай, тем, кто не знал, напоминаю, у нас есть курсы, посвященные Рубе непосредственно, ну, их два, скажем так, курса, второй он посвящен фреймворку, веб-фреймворку Ruby on Rails, вот, а первый курс, 40-часовой, он посвящен непосредственно Рубе, то есть там нет никакого веба, там чистое именно программирование вот в таком виде, как я здесь показываю, то есть там в командной строке сидим, изучаем программирование как таковое и изучаем, естественно, используя Рубе как элегантный, достаточно удобный и достаточно для понимания и достаточно простой на самом деле язык. Ну, тут нельзя однозначно говорить, у каждого свое понимание простоты, скажем так, и понятности, да, но, тем не менее, поэтому, если кто-то, например, еще сомневается в чем-то, или кто-то, может быть, где-то уже читал, что-то пробовал, слышал, хочет получше об этом узнать, или кто-то из вас, кто вообще просто заинтересовался, то у меня 26 марта вечером, в такое же время, как раз начинается курс первый Рубе, именно посвященный непосредственно Рубе, ничему другому, именно программирование на Рубе, мы много рассмотрим подобных вещей, кроме этого, потому что это я здесь уже рассказал, поэтому добро пожаловать, как я уже сказал, 26 марта. Ну, кто не попадет 26 марта, впоследствии когда-либо он еще будет. Нет, это просто самый ближайший к этому, к нашей сегодняшней дате курс, который у меня будет. На этом все. Все, что я хотел сказать, я сказал, да. Наш сегодняшний вечерний семинар был посвящен карированию в языке программирования Рубе.